Так и будем работать. Сейчас расскажу вкратце, с чего начнем, а пока покажу, какая у нас замечательная погода. Красота! Так, сегодня по плану у нас почистим доску. В конце стрима попишу, расскажу о интересной идее, которая возникла у нас. Шум капец! Прям шум-шум! Здрасте, здрасте! Всем здрасте! Пока все собираются, я покажу, может кому-то интересно будет, покажу как работает спектрик. У нас как раз есть образец, который я сегодня просто за день не успел обработать. Все посылки пока попаковал, поехал, отправил, и этот лючок получил. Как выглядит сам, грубо говоря, тест, подбор, проверка. Как работает библиотека, покажу и так далее. Есть лючок, на нем сзади есть информация, кто это, что это, но нету кода краски. Есть информация, что это просто феодобло, лючок и все. Как выглядит, собственно говоря, сам подбор. Ребят, пишите там вопросы, комменты, мы на них поотвечаем, теперь наизнанку пойдем. Сначала я сейчас чуть-чуть поработаю, поотвечаю на вопросы, а потом перейдем к темам, которые нас должны волновать, скажем так. Шум капец! Это дождь! Сейчас я зайду в программу, и потом поработаем со спектриком. Значит, у нас есть лючок, у нас есть спектрик. Спектрик обязательно привязывается к системе подбора краски. То есть, либо... Ну, у меня это и леклер, и гидрофан, поэтому он одинаковый в программе, что туда, что сюда. Вот, кажется, дождь заканчивается. Мы включаем спектрик. Сейчас он прогрузится. То есть, на нем установлена прога. Все дела. Переворачиваем. Сейчас положим лючок так, чтобы он удобно лежал. Я его протирал, он чистый. Ну, в идеале, конечно, полировать. Но он пластиковый. Мне хотя бы определить вообще код краски. Так, нажимаем на спектрик. Ставим так, чтобы все точки стали зелеными. Нажимаем. Идет считывание. Раз. Нажимаем, поднимаем. Пускаем так, чтобы все точки стали опять. Два. Так, три из трех. Подписываем. Закрываем зеркало. Сейчас покажу, как вообще выглядит спектрик. Может, кому полезно будет, интересно. И подписываем, что это у нас ФИАТ. Вот и просто ДОБЛО напишем. Это просто подпись для меня, чтобы мне было легче искать. Потому что тут, может быть, их много файлов. Ну, к примеру, я открываю файл. И вот тут, ну, сколько в памяти. Типа, можно, конечно, кстати, надо поудалять. Некоторые, потому что это еще до 24-го числа. Все, оставили только ДОБЛО. По поводу программы, иногда смотрю в старых видео, где я показывал, как работает вообще программа, что с ней делается. Многие спрашивают, где можно скачать или еще что-либо. Вам программа сама по себе, даже если дать удаленный какой-то доступ, не, она вам бесполезна без наличия пигментов. Ну, смысла никакого нет. А по поводу спектриков, кто там думает, о, если я там на работе возьму на вечерок себе, опять же, он вам бесполезен. Потому что к спектрику нужен ключ обязательно. И программа, опять-таки. Поэтому все сделано таким образом, что вы, где-либо что-либо украв единично, не сможете этим воспользоваться. Оно просто для вас бесполезно. Единственное, что уже хочется, чтобы спектрик был на блютузе. Или на Wi-Fi. На чем-нибудь из этого. Заходим в ячейку спектрофотометр. Сейчас я переключу камеру, чтобы было чуть-чуть вот так вот. Синхронизируем. То есть считываем со спектриков всю инфу. Вещь удобная чем? Есть колорбокс. Это я забрал со склада магазина. То есть это старый колорбокс, это новый тип колорбоксов. Это все живые выкраски. И тут как бы в каждой ячейке по 4 отсека. И в каждом из 4 отсеков миллиард вариантов цветов. И я просто, чтобы не тратить время наугад, ища, и потому что я не знаю, как от краски наугад, ища что-либо, я обращаюсь к умной машине, которая знает и скажет мне, что это за цвет. Все, выбираем добло. Сейчас он его прогрузится. Мы подскажем ему, что это FCA. То есть что это? Это у нас пишем Fiat FCA группа. И чтобы он не искал среди всех, а искал конкретно среди FCA группы. Я так вот цвет не красил, у меня своих живых выкрасов нет. Потому что основные ходовые цвета, допустим, там Volkswagen, гляньте какая библиотека уже своя собственная, BMW, то же самое, Toyota, Honda, Ford, Nissan, FCA группа, но я ее тут не... Хотя подождите, это не я, это Серега как раз так и делал, но она светлее. Да, она светлее, можно даже не подносить. Я просто знаю, что этого цвета я не делал. Поэтому надо поискать. Смотрим, он нам показал, что это 716, но номер ColorBox за разу не показывает. На 80% совпадение. То есть бампер покрасить можно таким цветом. Но посмотрим, каких кандидатов он предлагает. Так, он все из FIAT. Сделаем по-другому. Я хочу посмотреть просто на живую выкраску. Я хочу посмотреть на живую выкраску. Я убираю, что это FIAT и просто попрошу его глянуть в общей библиотеке, вот всей вот той библиотеке, глянуть, какой из вариантов вообще хоть находится где-то рядом. Опять же, он сам показывает, что это FIAT. Хотя я уже убрал отсюда FIAT. Какие кандидаты у тебя есть среди Мерседеса? Просто почему-то у FIAT нету кода. Нету кода. Но совпадение хорошее, ладно. Из Мерседеса. МА 4052. Пойдемте глянем. Я сейчас еще поищу по-другому чуть-чуть. То есть много способов, но на 40, 40, 40, 52, 40, 53, вот отсюда надо искать. Переворачиваем наизнанку и смотрим, что 40, 52. Мерседеса, ищем хотя бы глянуть. Да, черно, рано, 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 мерседес. То есть он либо этот, либо тот. Вот этот он показал, буковку, буковку ПИНа нам показал. И просто посмотрим, что, ну, ясен пень, не то. Окей, дайте мне глянуть. Вот иногда такой ерундой приходится заниматься по несколько, ну, не скажу, что часов. Ну, блин, реально порой много времени уходит, чтобы найти, определиться. 716, да, там было. Сейчас мы пропишем. Может он отсюда мне покажет что-то. ФИАТ. ФИАТ. Не-а. Он только предлагает два варианта. Стандарт. Хотя слив минимальный 5,8. Вот видите, он не пишет колорбокс. Вот ячейка колорбокса, она пустая. То есть в колорбоксе, значит, нет этого цвета. Не часто, кстати, такое попадается, случай интересный. Но вот в этом случае придется сделать живую выкраску. И по-другому никак. По-другому, к сожалению, никак. И перепроверить. Но Спектрик показал на 80% совпадение. Поэтому если человек красит бомбера, допустим, можно сливать смело и вперед. Там больше будет зависеть от того, как ты нанесешь эту краску. Суши мокрее, на какой подложке, как укроешь и так далее. Но вообще, да, делается выкраска. Благо слив небольшой. У одного варианта 5,8. У другого варианта... 116, смотрите, прикол. У другого варианта, то есть первый вариант, минималка 5,8 грамма. Второй вариант, открываю. Нажимаю минимум 116. И это не белый цвет, самое что удивительно. Странно как-то получается. Ну да ладно. Ну вот такой, собственно, принцип работы со Спектриком. Кстати, не часто в такие ситуации получаются, что в коварбоксе просто нет варианта. Это прям вообще единичные экземпляры. Значит, будем делать выкраску, созваниваться с клиентом, обсуждать, что ему нужно. Ну, по Фиатам у нас совпадение довольно-таки неплохое. Ну, в плане вот, мы же открашиваем, знаем, что... Знаем, почем мы совпадаем, почем мы не совпадаем. То есть не во всем. Leclerc не во всем хорош. Допустим, Citroёn. Фактически все Citroёn мы отдаем на подбор. Фактически все. 95% BMW мы делаем сами. Volkswagen, в принципе, делаем сами. У меня за всю историю только один Volkswagen поехал на подбор. Подбор новый цвет, который просто не было еще вариантов много. Ребята делали. Toyota, процентов, наверное, тоже 90-95 делаем сами. Honda 50 на 50. То есть тут такое. Иногда прям очень хорошо, аж сам думаешь, нифига себе, как так. А иногда смотришь, а и вариантов даже нет. Так и работаем. Нет универсальной системы, не существует такого, что прямо влац, и все отлично, и все с первого раза. Иногда приходится поколдовать, помучиться. Давайте покажу. Так, это показал. Новое кое-что пришло мне. Я это увидел на заводе. Вот такая вот штуковина. И захотел себе. Наконец-то она приехала. Внутри у нас моток салфеток. Только мне кажется, он должен развалатываться изнутри именно. А может и снаружи, хотя походу там без разницы откуда разметываться. Смысл в чем? Я беру обезжирку, которая пользуюсь. Водно-спиртовую, не сольвентную. Сольвент испарится оттуда быстро. Откручиваем. Водно-спиртовую обезжирку беру. И прямо вот вместе с колечком. Видели? Колечко нам не нужно. И прямо вот туда его, вот туда это ведрище наполняем. Красиво жить не запретишь. Поэтому, как говорится, могу себе позволить, да? Полотенце должно полностью намокнуть. В чем прикол этого ведра? Оно закрыто, в принципе, герметично. И ты, когда оттуда достаешь салфетку, она у тебя полностью пропитана, уже промочена, грубо говоря, на 100% равномерно, без излишеств. Потому что даже когда вот с колодовского распылителя на салфетку в руку пшикаем, потом лишнее приходится отжать. Где-то салфетка недопитанная, где-то перепитанная. Ну, такое, не критично, но тем не менее. Тут даже прикол не в экономии продукта, а в том, что это тупо удобно. Сейчас мы сюда поднимаем. Поднимаем вот это, дайте я вас поставлю. Ай, чтобы не упал телефон. Еще никто этого не видел, даже пацаны мои еще не видели. И вот так закрывается. Ведро недорогое, самое дорогое тут салфетки. И принцип какой? Так стоит плотность полностью закрыта. То есть, как бы, ну, ничего не вытекает, ничего не капает. Открываем, доставаем. Ага, они тут небольшие, вообще удобно. Я просто не помню, я на заводе потренировался. И все, у нас махонькое полотенечко. Оно сложено, или оно двойное просто. Да, оно просто двойное, его можно раскрыть. Ну, вообще удобно, конечно, как салфетка. Сдвоенная идет, получается. Протираем, бумагой на сухо вытираем, все. И причем салфетка, это не бумага, это не тканка. Мм, прикольненько, прикольненько. Давайте хоть стекла, что ли, попротираем. И она хорошо, вся равномерно. Самое главное, что она вся равномерно пропитана. Это удобно, это просто удобно. Посмотрим, как она себя покажет. Если будет интересная позиция, мы, само собой, обязательно ее добавим в магаз. Кстати, много еще интересных плюшек едет в Украину. Я потом скину, как они дойдут. Поэтому, опять же, кому интересно, переключаюсь. Следите за магазом, кое-что будет добавляться. Сейчас попрошу, потому что сеть оборвется, кого-то принести. Серега, вы там заняты сильно? Вик, или ты, можно тебя попросить? В котельной взять кое-что, забыл взять, показать. Котельной на полке, рядом с котлом, грубо говоря. Корсистом найдешь прямоугольничек, на нее написано, карбон, 23 тысячи кубики. Такие махонькие, буквально как треть спичечного коробка. На первой полке, около котла. Котельная там, на улице, да. Покажу еще кое-что из нового, что уже пришло. Интересных позиций. И многое доезжает. Доезжает. Особо интересно, доезжает по лаку кое-что. О, лачок приедет. Это, наверное, будет самый дорогой лак, который был когда-либо у нас в магазе. Я не знаю, сколько точно там будет цена, но что-то около 50, может даже и больше евро за литр. Это будет пятиминутный лак. Пуля, ракета, бомба, петарда. Я когда в учебном центре его протестировал, я тогда еще сказал, хочу, 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 капец. И вот он только-только из-за всех этих военных действий у нас, только-только вот он приехал. И то приехала пробная, ну как бы пробная партия по количеству. Его мало приехало. Ну, я думаю, что мы будем сразу его заказывать еще. Есть уже клиенты, которые ждут, когда он приедет, чтобы тоже взять, попробовать. И там будем смотреть, чего и как оно будет работать. Так, посмотрим, что у него, но вот больше ничего нет. А, я сюда шел за грунтом. Вот еще из интересных плюшек приехал. Ультрафиолетовый грунт под ультрафиолетовую лампу. Мы его еще нормально не оттестировали. Но интерес в том, что когда локальный, ну будем какой-то ремонт делать, вот в машине стоят в следующем этапе. Дима, я тебя сразу попрошу, вот этот грунт перепробуй, пожалуйста, на чем-то металлическом, на адгезе именно, металлу. Просто интересно. Под вот эту вот лампу. Сейчас покажу. То есть под ультрафиолетовую лампу, ну это стандартные ультрафиолетовые лампы, небольшого пятна, которые есть, в принципе, у всех компаний. Сам лачок, допустим, лачок ультрафиолетовый, извиняюсь, лачок ультрафиолетовый, как бы мы уже откатали. Изумительно работает на сколах, на затычках, на еще чем-то нашла. Спасибо большое. И попробуем вот этот грунтец. Просто мы его попробовали так спешно, не обдумав, толстым слоем наносить нельзя, надо тоненьким и сразу просушивать. Ну я так понимаю, он не для той лампы, ей бы большую зону облучения давать. Но, по крайней мере, есть в доступности дорогой, конечно, баллон, но у него расход небольшой. Вот еще покажу сейчас. Один уже сегодня продан. Осталось два штучки. Кубики карбоновые. Это, по сути, вечный наждак для перетирания соринок, мусоринок, пылинок, потеков даже и так далее. Надпись соответствует градации, то есть 2000-3000. Он всесторонний полностью. Ну, желательно надписью не тереть, потому что он постепенно истирается. Но прикол в том, что он неограниченного срока жизни, в плане как абразив, работает с водой, кинули его в ведро, он там жить должен в ведре, быть мокрый постоянно. И чух-чух-чух-чух подтираем. То есть смысл абсолютно тот же, что у таликатов на талиблоке, ну, подобных наждачков маленьких, только они не заканчиваются никогда. Вот в этом его прикол. Дорогие, сразу скажу, дорогие. Под 30 евро стоит за одну штучку, но оно того реально стоит. Самое, что с ним может случиться, это вы его кому-то, скажем так, подарите, да, без своего желания. Это единственное, что с ним может случиться. Можно его, конечно, раздавить, там наехать колесом, еще что-то. Мы сегодня пересчитывали с Пашей, он один брусок купил, мы пересчитывали, что с... Это со скольки? Где-то с 4 месяцев работы наждачками для полировки он окупает сразу несколько кубиков вот таких, и он один кубик там приобрел. Дальше, сразу по новостям пройдусь. Цены, цены, цены растут. Те, кто владеет своими стойками подбора, уже обратили внимание на то, что цены на закупки на краски на литре, ну, допустим, у нас по леклеру поднялось уже на 10 евро, грубо говоря, относительно прошлого года, литр в закупке. Само собой, сейчас подборы поползут в цене вверх. Ну, это ожидаемо, вполне ожидаемо, и предсказуемо было, об этом обсуждалось, разговаривалось. По товарам, значит, на рынке, в принципе, есть некоторые загвоздки, но не сильно критичны, прям так критично, что аж капец. То есть, работать можно, товар есть, товар, слава богу, подъезжает, выезжает и подъезжает. В этом плане, в принципе, все нормально. Общаюсь с разными уровнями качества работы людей, которые выполняют работу. Смотрю, чем кто работает, и понимаю, что те, кто работали дорогими, ну, условно, сегментом выше среднего, они как работали, так и работают, у них все нормально, все в порядке, очередь только растет по клиентам. А те, кто работали, сидели на самом дешевом, просто самое дно, да, по товару, они сдулись. У них нет работы, потому что, как мне крути, а приходится поднимать планку цены, потому что все выросло в цене. И, кстати, больше всего подорожала самая дешевая. Выросла планка в цене, и клиент сам по себе, как бы, отказывается, потому что цена уже у работника растет, а типа качество, которое было за ту цену, уже не будет соответствовать цене. Тоже думали об этом, предполагалось, но не думал, что настолько быстро это произойдет. То есть, у совсем-совсем таких людей, которые делали дешево, работы прям, ну, может, понятно, не у всех, но у многих просто ее нет. А сервисы все остальные забиты. Общаемся с ребятами, которые крупно на потоке работали. У нас очередь уже до августа. Расписано просто на весь коллектив. У нас тоже очередь растянута, но мы не можем выполнять. У нас рук не хватат. Кроме того, что рук не хватат, я катаюсь из Одессы в Киев, из Киева в Одессу, из Одессы в Киев, туда-сюда, туда-сюда. То есть, мой рабочий день уменьшился именно в малярке, но увеличился в магазине. То есть, мы занимаемся кафешкой. Интересный вид деятельности, по-своему прикольный. Есть над чем подумать, о чем заморочиться. Сейчас почитаю ваши комменты, еще поотвечаю на какие-то вопросы именно из касающихся тем рынка. Не буду отвечать на кислотники, эпоксидники и все остальное. И перейдем к программке, интересно. Привет. Так, всем привет. Да, да, дождик. Я начинаю просто сначала все комментарии читать. Техника дошла до многого. Так, и еще напомню, ребят, огромная просьба. Вы там, это, утихомирьте свой пыл в комментариях. И перебаню, опять же, потрачу немного времени. После стрима сяду и забаню самых вот этих активных политиканов хренов. Так, 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 так. Круто, но все же неплохой спектрик. Ну, как бы, не то, что неплохой. Он, принцип работы всех одинаковый, он помогает. Это помощник. Это не замена человека. Это помощник человеку. Почему не в понедельник изменился день стрима или как? В понедельник я только приехал с Одессы. Мне было не до этого. Куча работы нужно. Ну, есть много такой работы собственной, которую нужно сделать. Делаю ее только я. Поэтому, ну, я же говорил на прошлом стриме, что стримы будут, ну, теперь как получится. Постараюсь хотя бы раз в неделю, но так уже банально будет, как получится по времени. Потому что разъезды, катания, подготовки к семинарам, планы по обучениям, сейчас за это тоже поговорим. И просто, ну, я уже здесь не каждый день. Ну, так получается, знаете, ну, получается так, да, и хорошо, что так получается. Сейчас об этом, обо всем поговорим. Так, некоторые спиртовые обезжирки нужно встряхивать перед использованием. Она была перетряхнута сегодня так, что, ой-ой-ой, я сегодня был на складе, пока с одного места в машину, в машине, с машины сюда, отсюда на склад, на складе еще попереставлялась, там все нормально перемешано. Там нет осадка, в спиртовой обезжирке нет осадка. Нифига себе, стекло испачкалось. Я его ни разу не мыл просто. Есть до обсуждения бота минут 20? Да, есть, Игорь. Есть, я это буду, не знаю, еще, наверное, минут через 20. Лучший эпоксидный грунт, по твоему мнению, то у меня на этот счет нет мнения. Лучший эпоксидный грунт, тот, который выполняет свои задачи. То есть, если это грунт-наполнитель эпоксид, то чтобы он имел плоский слой и нормально высыхал, и нормально терся, самое главное, потом. Если это под мокрый по мокрому, то чтобы пленка поверхностного натяжения была идеально гладкой и максимально подходила вам по толщине для создания правильного слоя лакокрасочного покрытия. То есть, тут решать вам. Я эпоксидным, скажу, как есть, я эпоксидным не пользуюсь уже два с половиной года вообще. То есть, мы его даже в руки не берем, потому что нам он не нужен. Моя тактика – это кислота, мокрак, база, лак. Все. И эта схема полностью закрывает потребности в качестве, которые приближены к заводскому. Подпленочной коррозии нет, цветение металла только в зоне скола, не без разрастания бешеного. Толщина, удобство работы, скорость работы, цена. Куча факторов, которые в сторону кислоты. Поэтому эпоксид только в случае глобальнейших адских каких-то ремонтов. Мы такими, в принципе, не занимаемся, поэтому у нас эпоксиды и нет. Как там Виталька из каховки? Не знаю, как там Виталька из каховки. Он ко мне один раз заезжал в гости. Мы с ним посидели, кофейку, чайку попили, потрындели. И он… Я знаю, что он в Одессе. Я знаю, что он там со своими товарищами вроде работает, поэтому… Вроде все нормально. Подарите без своего желания, красавчик, подарите. Было бы хорошо. Будет семинар во Львове. Там будет все это показано, рассказано, будет возможность пощупать. Те товары, на которые я именно был нацелен при посещении учебного центра CarSystem'а, меня интересовали именно не ценовые товары в плане подешевле, меня интересовали товары, которых, первое, нет на рынке в Украине, либо аналоги слишком дорого стоят, да? Второе, что-то новое, что облегчит и ускорит наш труд и самое главное – повысит качество. Ну и третье, банально, среди лаков я нашел для себя прям интересный новый лак, да? Это самый дорогой из лаков, который я именно на потоке использовал у себя. Ну, мне это интересно. И самое главное, я вижу, что на рынке есть люди, которым это тоже интересно. Поэтому перспектива есть, почему бы и нет. У нас цены в сравнении до февраля выросли на 20% терпимо. У нас на лакокрасочные цены выросли пока что в среднем процентах на 4-5, где-то вот так. И сильно прямо глобально сейчас не будет подъема, но прогнозируется, что все, что на растворителях, подорожает, потому что подорожает сам опять растворитель. В общем, в массе, это еще, я думаю, подорожает, если сам растворитель планируется до тридцатки, как они сказали. Ну, они примерно ожидается до тридцати процентов, то все товары, ну, еще процентов где-то на 8 скакнут. Я, да, опять же так, примерно там дальше будет видно. Посмотрим, что оно будет. Ну, итого, если 8, и тут сейчас 4-5, ну, где-то 12 процентов поднимется. Само собой поднимется и для клиента это все дело. Мы пока что не поднимали для клиента цену, но придется, потому что банально соляра, которого мы покупали по 24, сейчас покупаем по 70. Ну, разница такая ощутимая, да? Даже не в 3 раза. Поэтому, да, цена поднимется. Я прогнозирую, что у нас для клиента цена поднимется где-то процентов на, ну, до 15, наверное, к концу лета вот до 15 процентов точно цена поднимется. 10 это уже, наверное, в следующем даже месяце надо поднимать, потому что логистика подорожала, новая почта доставляет гораздо дороже. Да и просто самому сгонять на новую почту на машине гораздо дороже стало. За собой потянулись все скотчи, пленки, укрывочные бумаги, коробки. Это все стоит дороже. Ну, это прогнозируемо, как бы, это понятно, что это будет ввиду всех событий мировых. ничего удивительного. Просто мы пока что не видим конечного процента. Как обычно, все дорожает, постепенно, неравномерно, нужно понять, где оно хотя бы приостановится и на этом моменте уже четко понимать, что все, было 100 долларов, теперь это будет все 120 долларов. Ну, к примеру, так для клиента я имею в виду. Александр, добрый вечер. Видел, что вы там посещали учебный центр или заводы, не знаю, что конкретно это было по своей тематике. Интересно ваше мнение. Потом в личке пообщаться. Сколько берешь за деталей, если не секрет, допустим, крыло? Мы берем за метр квадратный. У нас нет такого понятия крыло, это дверь, великополит. Есть метраж квадратный. Сегодня уезжал в Додшарам, там крыло 1,1 квадратный метр. А капот там 1,8 квадратных метров. Причем тут крыло капота? Капот всегда дороже, да? Да, но он дороже в этом случае на 0,7 квадратных метров. Насколько дороже? На 0,7 квадратных метров. Вот такой вот у нас будет ответ. Руки вам нужны? Руки нам нужны, но я на сегодняшний день для себя принял такое решение. Я никого на работу брать не буду пока что, Потому что взять нового человека на работу, это с ним здесь прожить месяц. На сегодняшний день мой месяц для меня лично стоит гораздо больше, чем то, что мы сможем типа обслужить клиентов, количество имеду клиентов. Поэтому я принял решение, что мы работаем тем составом, который у нас есть. Максимум у меня есть, ну как, есть на примете, прошел тест один человек, но из-за всех этих военных движух, по понятным причинам, он с семьей, ну, и не может, да и не хочет пока что приезжать. Вот его бы я взял на работу. А искать кого-то новенького для себя я не хочу и не буду. Просто у меня нет на это времени. Да и все. Тут я для себя расставил приоритеты таким путем, что я лучше буду здесь делать меньше работы клиентской, именно вот этой потоковой, нудной, однотипной работы, а займусь семинарами, проведением семинаров по Украине, обучением здесь у себя людей, проведением тренингов и работе в магазине, развитие магазина, потому что в нашей сфере еще есть, что развивать именно по части продаж. Есть о чем работать с клиентом, именно о чем работать с клиентом. И самое главное, теперь нужно подтянуть, чем работать с клиентом в рынок. Вот этим я хочу позаниматься. Офигачить тут, сюда можно сейчас загнать 8 человек еще, поставить машин еще штук 15 во двор, поднять шум такой, что тут 750 тысяч киловатт света в час горит и на выхлопе иметь. Тут не доделано, тут не дотерто, тут собрано, не прикручено, тут не докручено, тут поцарапано надо перекрашивать, тут покрасили не в цвет. Одни и те же вопросы, одни и те же проблемы, вот как-то от них хочется абстрагироваться. сейчас мы работаем в такой команде, что у нас в принципе глобально проблем, кроме, мы не укладываемся по срокам, потому что куча вот этих вот логистических подводных камней, то не приехало, то приехало поздно, то приехало не то, мы просто по срокам не укладываемся, но по крайней мере я четко вижу конечный результат, я знаю, где у кого, какие проблемы на этапе работы возникают, потому что с одними и теми же людьми мы уже работаем не первый год. Как-то так. Вот такая вот у меня сейчас политика. Так. Так, про апоксиды закончили, сейчас, секундочку. Ну, что мы установились? На втором берегу полировались. Ну, а так, то есть и спойлер, да? И спойлер закрыл. И банка. Ну, заднюю-то такое пробежаться. Тормоза прокачать. Ну, завтра прокачать. Ну, понятно. Я завтра в час, половину. Может, даже в пол первого. Ну, я потому что по максимуму добить, и вы уже ее чисто там помыли, протерли и закончили упражнение. Вы все? Погнили? Погнили. Уберите машинку хоть. Лак как стоял, так и стоит. Побросали. Так, идем дальше. И как раз сейчас будет тишина, перейдем к доске. Сними видосик про выбор краскопульта бюджетного. Тут, я так скажу, дело каждого. Снять видосик это нужно взять 50-60 моделей краскопульта, сделать на них на каждый тест-обзор, показать вам, что глобальная разница, прям дичайшая разница в них вы не увидите именно в переносе материала. Зачем? Не вижу в этом смысла. Я не хочу заниматься тем, что, знаете, не нужно. Это все обговорено тысяча раз. Разница в производителях будет в объеме потребляемого воздуха в качестве переноса, в плане именно качестве переноса материала и расход при этом, какой у материала будет. Вот в этом будет разница у производителей. Все остальное, любой краскопульт переносит материал из бачка на деталь. Просто как он это сделает, в видео не показать. Это нужно именно испытывать в работе. И у каждого додика своя методика. Надо это на стене написать. Потому что так оно и есть по факту. Сложно попасть в цвет на цвете нарда грей. Не знаю, что это за цвет. Но серые цвета эффектные, они противные. Здравствуй, здравствуй. Какая паста финишная? Ближе к картеку посоветую, пожалуйста. Вы знаете, по финишным пастам у меня нареканий глобально нет ни к одной из. Мы, допустим, пользуемся либо ДАшкой Корс желтой. Хорошая паста, стоит адекватно. Сейчас у нас в работе, ну, именно в тестах и в работе уже C30. Корсистом C30 последний номер на мягком поролончике. Хороший блеск. Идеально либо дотирается машинке в ноль, либо микрофибра собирается, не оставляя за собой развода этого противного. Ну, так, в принципе, вторые номера полностью отрабатывают без проблем. За торцы и С. Валяется у меня крылья, нужно выбрать время доделать по ним тестер. Но использовать это на чистовом покрытии, в плане капот и крылья, то, что уже идет в чистовую под откраску, тем более под толщину. Мое сугубо личное мнение, что не проканает, не попадешь в толщину, внешний вид потом, то есть по макрику ты не открасишь, не выйдет, не получится. И третий момент, покедовая, и третий момент, ни один, я об этом уже говорил неоднократно, ни один завод в мире, производящий ремонтные лакокрасочные покрытия для ремонта, не производит такого состава для продажи. Вопрос задастся, как это, почему? Нет, это не инновация какая-то, это существует отдельно для сварщиков такое существует, цинковый грунт в баллоне именно сварочный, но он не для маляров, он для сварщиков. Наверное, потому что умные головы там на заводах, в лабораториях это испытали, опробовали, и скорее всего, мне так кажется, там просто нету идеальной адгезии к металлу, именно в том виде, в котором мы его подготавливаем под открас. Это мое мнение, но я к чему веду, что на чистовую деталь, на чистовую откраску использовать его не вариант. где-то внутри порогов, там, загибах, подкрылках, где вы варили, что-то безусловно, вещь огонь, но под нее нужно либо дробеструем отхреначить детально или крупнейшим песком, либо корчеткой, которая металлическая, такие загнутые, одевается на ротационную машинку, обдирает, чтобы металл именно был задран, то есть там адгезия не химическая, там адгезия физическая, по факту идет, а так как мы готовим под открас, под мокрый, по мокрому металлу на 180-ю риску на эксцентрике, ну ладно, на 120-ю допустим, она за нее просто банально не ухватывается, я это потом дотестирую до конца, просто реально на это нету времени уделять. Как назвать цену клиенту на старте и не ошибиться? Для этого программку мы тут тестируем, догоняем, вот буду созваниваться еще, обговаривать, кое-какие корректировки внести, еще в программу надо, сегодня с Димой сидели, обсуждали, он говорит, ну смотри, тут еще хочется вот это, вот это, здесь галочка убрать, здесь добавить, то есть такого формата, и там программа полностью просчитывает, ты только вносишь в нее свои данные, ну именно данные, к примеру, вот у тебя там метр квадратный, но все равно работу там нужно будет сделать, то есть просто взять программу и опа, она готова, не получится, я буду отдавать программу голую, то есть программу нужно будет вносить свои данные, ну грубо говоря, сколько у вас стоит квадратный метр, сколько у вас стоит час работы, да по факту и все, по факту и все, остальная программа уже будет читать по алгоритму заложенному в нее но как вы рассчитать стоимость метра квадратного и как рассчитать стоимость работы я об этом уже говорил но тем кто будет пользоваться программой я сделал отдельный закрытый видосик можно будет посмотреть там ничего сложного расскажи про технологию мокрый по мокрому посмотри любой из моих видосов особенно из последних где я работаю только через мокрый по мокрому и там как бы все понятно чистим до металла либо до голого пластика наносим либо грунт по пластику если это пластик либо кислотой с это голый металл наполнитель мокрый по мокрому база лак все упражнение закончено давайте посмотрим как тут видно доску я сейчас буду готовиться к тому что мы будем писать секунду фонарика как у дурачка фантика сейчас вот это все чуть-чуть подсутру вы там еще насыпьте вопросов это будут стоять читать а это у меня тут еще для военной записи причем по моему еще записи с учениками делали да так сейчас почитаем чуть-чуть комментов и будем писать чем лучше обработать кузов этой группе кстати кому интересно подключайтесь в группу а сейчас я тут напишу чтобы вам было видно малярка и вайбель там можете пообщаться между собой на любые тем я периодически захожу туда посмотрю если есть какие-то вопросы прям вопросы вопросы я на них отвечаю в основном отвечаю даже в личку чтобы в группе не перебивать ваше общение поэтому заходить у меня проблема кислота мм база подрывает херовая кислота и как вариант херовый мокряк есть такая проблема причем даже у именитых брендов просто несоответствие пирогов вот этих не работают ну что же делать так минимальная межлойка между кислотиком и грунтом мокрый по мокрому спасибо минимальная 15 минут минимальная там нужно смотреть чтобы кислота полностью испарилась высохла и варианты по грубой полировки полироль какая и круги по поводу этой темы тоже вариантов много на самом деле тут смотря что тебе рынок может предложить и что тебе устроить по цене самое главное на эту тему я в инсте выкину видео с запросом грубо говоря к вам и вы отпишитесь я планирую может быть даже в этом месяце провести такие семинар по полировке ну там не то что семинара именно такой обучающий курс для четырех человек группа будет маленькая будет платным три человека есть первую группу еще один и потом еще я думаю одну или две группы проведем что там будет там будет теория само собой практика в основном все будет на практике но чуть-чуть на теории как обычно мы начинаем с того что тут расписываем отвечаем на самые первичные вопросы чтобы на них потом не отвлекаться в процессе практики на практике испытания будет на живых машинах я своего мэрса отдам под истерзание то есть он после покраски не полированный там есть и соринки там есть и уже заюзанные элементы то есть на чем пострадать и после свежей от краски возьмем сделаем там я заранее заготовлю потеки шагрень кривую мусор возможно даже просто на улице открашу чтобы много мусора было интересно было что попилить именно на свежем потому что полировка старого лакокрасочного и нового лакокрасочного это два параллельных пути которые между собой не пересекаются то есть там даже разные чуть-чуть подходы к этой всей технике покажу чем отличаются пасты друг от друга у меня паст которые есть на нашем рынке в продаже большая половина в наличии покажу круги какие с чем потому что кругов опять же масса огромнейшая масса огромная разница по цене на эти товары и не всегда дорогой продукт реально стоит свои деньги вот это собственно и поговорим обсудим покажу а на словах это так знаете поговорили и забыли шашло пришлось уехал так харьков даже по ценам до войны клиенты уезжают дорого есть маляра которые за четыре тысячи гривенка поездок сторон красят им едут харьковский регион грустно но в этом случае можно так сказать война не всех забрала тут никуда от этого не денешься пусть будут они все равно за эту сумму не смогут выполнять объем работы весь ну как который типа можно с рынка переварить я говорю о том что с кем общаюсь ребята толковые ребята работают у ребят очередь ребята покупают аж по магазин вижу сейчас магазином занимаюсь в принципе на телефоне на сортировке укладки посылок в основном я в основном мне в этом помогают до накладные составляют лена лена они сейчас сюда не лезут они сказали надо убить на занимать я занимаюсь мне интересно нереально вижу что люди покупают и реально на телефоне понимаю что люди хотят мы с ними общаемся о том что есть сейчас что какие у их проблемы возникают работая тем или иным продуктом иногда мелкие ошибки выявляем сразу даже в телефонном разговоре банально там поменяя разбавитель там уменьшить толщину закрутить чуть-чуть подачи не будете без счастья и я просто вижу что люди не стремятся к покупке самого дешевого как ни странно дешевые лаки есть у меня прям дешевые лаки они как стояли и за месяц ни одной банки не было продано дешевые самые лаки и продаются из того что есть ну это середина и самые дорогие те которые допустим леглиаре есть самые дорогие они идут 5 сотик идет довольно таки неплохо 405 забрали весь который был вообще надо еще докупить то есть люди работают хорошим товаром и у них работа есть а те кто сидят на дешмане их надолго все равно тем более сейчас не хватит им придется повышать цену как ни крути так у меня все груз все зажирующие саголы устраивают блин у сагола со своей скоростью переноса продукта конечно пуля бомба самолет мне нужен экономия материала потому что если для тебя 50 грамм не существенно то для меня 50 грамм на каждом элементе маленьком а на большом это там 70 грамм допустим для меня существенно когда посчитай машину 13 деталей на каждой по 50 грамм но это уже таких 700 грамм хорошего продукта а 700 грамм хорошего лака это 40 евро извините ну как бы извините 40 евро 10 машин открасил это 400 евро и как бы пистолет сам себя купила 10 машин открасить это сколько времени надо ну пускай даже полгода это так неспешные работы я имею ввиду 10 машин по количеству элементов это прям вообще неспешные работы за полгода ты то есть ствол сам себя купил на экономии материал а сагола переносит с вот такой скоростью и вата конечно не дотягивается до нее по скорости переноса привет водная база заводской отказ при появлении скола оставляет большие точки завод красить не той водой которые красим и у нас вообще нету продуктов которые используют завод потому что у нас нет условий которые есть на заводе все ремонтные продукты абсолютно все ремонтные продукты они имитируют качество и визуальный эффект того покрытия которое выходит завода но они не являются заводскими продуктами запомните это раз и навсегда именно поэтому ремонт никогда не будет с заводом по качеству иногда в некоторых случаях он будет лучше просто на особых там редких моделях машин во всех остальных случаях завод есть завод и не пытайтесь там клиенту доказать что то мы сделаем сейчас если к вам приехала ешка новая вы никогда в жизни не покрасить и так чтобы этот элемент был лучше чем заводской он будет приближен по своим внешним сейчас характеристикам но спустя годы разница заводского и нашего ремонта она будет видна на глаз как не крути сколько у тебя квадратных метров у меня внутри вот это помещение 300 квадратных метров и еще 40 квадратов склад и 40 квадратов навес просто а даже нет навес там больше это это территории там еще три на 20 ну еще 60 квадратных метров навеса который мы используем просто под всякий мусор как относишься к тому что клиент чуть ли не ежедневно хочет контролировать твою работу маляра поймут у меня из таких клиентов прям которые ежедневно их буквально там по пальцам два человека могут назвать я в итоге с ними уже не работают все остальные в большей степени понимают чего да как вот мы допустим одну машину уже должны были как как фактически как неделю делать но по разного рода обстоятельства мы ее даже еще сюда не поставили поставить планируем только завтра и начать а клиент уже со своим клиентом который машину подкрым так оплачивается америке все дела уже говорит меня типа мозг терзает и говорю ну дай клиенту своему номер телефона я ему популярная могу вот где понимаете я вот клиентам могу объяснять почему сроки затягиваются почему там что-то не получается потому что мы не просто сидим курим балдеем еще что-то делаем мы работаем в процессе работы разные нюансы получаются вот допустим гольфа пришлось передувать ну не получилось все по новой фигня мелочь до два дня в минус а рук лишних не хватает поэтому те клиенты которые на крайняк даже некоторые не готовы ждать да еще что-то ради бога забирайте машину визите куда-нибудь делайте потом когда вы ее там сделаете мы приедете поставить она еще три недельки подождет мы переделаем как бы в этом вопроса у нас остро не стоит 1 8 миллиметров не сильно греет металл при обдирке нет не сильно как разрастись маленького гаража до большого малярного сервиса работать над собой в первую очередь работать над качеством исходящего продукта из твоей малярки но и вкладывать бабки вкладывать бабки без вложения денег в эту сферу делов не будет так работают все но почему то есть деды и маляры которые так и не выбрались из гаражных кооперативов тут не обязательно что из гаражных кооперативов не выбрались оттуда можно и не выходить физически главное чтобы гаражный кооператив вышел из тебя чтобы вот в тебе его небо как борешься с ножками и комарами в боксе или у вас их нет у нас поводок их полно комары есть но тут нет такой массовости что прям капец тут от них проходу нет у меня сейчас открыты ворота открыты окна все для того чтобы проветривание было потому что сегодня уже жарко прям капец было на данный момент комаров нет а так в камере камера просто все время закрыта когда я за что-либо заношу выношу из камеры обязательно закрываю ворота которая у меня рядом с камерой просто закрываю ворота чтоб с улицы ничего напрямую не летала но даже если что-то туда залетела я в процессе оклейки там перед от краски это вижу и стараюсь это либо выгнать либо убить на месте как-то так чего не мобилизовался не моя сфера деятельности каждый должен заниматься своим делом я сегодня забирал машину клиент который именно служит и сейчас занимается обучением свежем мобилизованных людей каждый должен заниматься своим делом от того что я пойду в армию от меня там толку глобально кроме как красить машины опять же сильно не будет оружие в руках никогда не держал сейчас на меня потратить время и все остальное чтобы меня обучить и что толку от меня обучить на месяц-два пуску потому что ты не знаю я не моя сфера я просто мясо буду там смысл от меня там какой какие варианты шлифовки лака под полировку это надо показывать их масса если красишь макриком через кислотный надо шпатлевать но не на голый металл как-то делаешь или нападут лишь под лишь зачем тебе надо шпатлевать не на голый металл когда ты мне сможешь ответить на этот вопрос я тебе объясню почему я именно делаю так как я делаю у нас в регионе спринта 15 процентов подорожал 3 м два с половиной раза с такими ценами на закупку у меня крыло 200 баксов должно стоить клиенты хотят качество на просят скидку на работы работать за аплодисменты но работы за аплодисменты само собой нет но за крыло 200 баксов да конечно пока что я думаю через чур у нас хотя чуть-чуть через чего он у нас убежал уезжала крыло 210 баксов как бы да да кстати по поводу трема интересный situation вот резаком дело пересортировку и 3 зак сейчас в розницу там 8 евро что-то стоит как он такое за аплодисменты работать я завалил просто я просто в прямом смысле завалил я понимаю что сейчас резаки я не знаю как кстати кубитроны надо посмотреть кубитроны по моему еще нет внутри заки за такие деньги сейчас вряд ли кто-то будет покупать потому что чуть чуть позже я кумык докатаем еще я вам покажу альтернативу которая стоит вот это там около 3 евро 2 4 2 и 6 ну что такое не сильно много а еще есть альтернатива для того же назначения наждаки которые стоят 1 и 4 евро и 1 и 2 евро как бы 8 и 1 и 2 выполняя одну и ту же функцию с одинаковым качеством и одинаковым количеством этого качества поэтому я не знаю 3 чем вы там думаете на что вы ориентируетесь но у вас сейчас за время эволюции вашей до которая на трезаках остановилась давно вас конкуренты догнали очень сильно и в качестве и в скорости работы своими абразивами мне сейчас за кубитрон не говорю кубитрон пока что только рядом к нему подошли но по крайней мере по цене они не интересны пока что но у трезака есть конкуренты в рынке такие что они стоят просто уже на сегодняшний день стоит в пять раз дешевле работают также и также долго и также качественно а есть некоторые позиции которые даже работают чуть чуть качестве неудобнее чем трезак я не представляю что дальше будет три закона честно говоря я им в принципе ты не пользуюсь мне оно не нужно мы не пилим тут много всего у нас не русланчик дал трезаков еще три года назад не знаю там некоторых позиций там штук по 5 по 8 я их еще и кому-то раздавала мне до сих пор они валяются мы ими не работаем просто-напросто но рынок в том количестве в котором особенно там 1500 и 3000 потреблялся сейчас будет искать альтернативы благо они есть на рынке поэтому за аплодисменты работать не придется просто нужно будет поработать на тем что по находить чем нам работать то есть по находить альтернативы я вот собственно этим и занимаюсь сейчас откуда у меня уходит столько времени куда у меня хочет вот на вот это у меня уходит столько времени что сказал что можно сделать некоторых случаях лучше чем завод это как интересно очень спасибо это я веду к тому что допустим всякие китайские тазики всякие там оля из бюджетных серий чтоб такого в пример привести апеля фиатики и все остальное там можно сделать лучше чем завод покрытие которое будет выглядеть через годы лучше чем заводское но премиум сегменте автомобили ну средний класс машин там грубо говоря там 35 тысяч долларов до выполнить ремонт таким образом чтобы он был лучше чем завод не получится ну как ни крути не получится оно будет близко но не не так освещению я на светодиодах сижу да и хотят цену в гривне фиксировано а то что материал закупка евро не хотят слышать я неоднократно опять же на эту тему говорил всем читайте свою работу в валюте просто в валюте до расплачивается клиентку с гривной там злотами евро долларами чем хочет по курсу сегодняшним берем сейчас нацбанк заморозил там не нелогично очень заморожен то есть берем по рыночной цене валюты не рассчитываемся сегодня евро допустим был 38 и 5 неделю назад он был 40 а лак я покупаю сегодня по курсу 38 и 5 неделю назад я покупал по курсу 40 причем тут гривна мне склад не позвоните не скажет точнее я на склад не позвоню не скажу ребят вот я на той неделе у вас брал курс был 40 а сегодня он 38 и 5 вы мне там разницу закиньте до склад скажет еще дебилка давай до свидания а вы как бы клиенту ведетесь но если вы ведетесь клиенту на этот счет лучше это ваша проблема расплачивается в гривне не вопрос по курсу покупки там о чем в долларе в евро вы считаете я в долларе допущим считаю мне так проще повелось уже все я на этом остановился хотя со складами в принципе почти со всеми рассчитываемся по курсу евро ну то такое то есть у нас в долларе курс кросс курс плюс минус стабильно идет все нормально вы покупаете все в евро неважно где вы находитесь какой стране каком городе вы все покупаете привязанное к валюте доллар евро считайте свою работу в долларе в евро и вы не будете прогорать на курсе вот этим скачках а когда клиент спрашивает я хочу рассчитаться в гривне окей вот эта вся работа стоит будет 540 долларов окей окей но я хочу в гривне рассчитаться да не вопрос сегодня гривна 36 и 5 покупка допустим 36 и 5 завтра будет 90 будет 500 540 долларов по 90 все то есть принцип какой ты мне отдаешь гривну мне нужно пойти купить валюту чтобы банально рассчитаться со складом грубо говоря и когда начинают еще клиенты говорит не ну так разница же давай по среднему считать смысле по среднему считать курсу между покупкой и продажа я должен пойти и купить валюту я ее буду покупать по курсу покупки то есть по тому курсу по которому мне продают поэтому отдавая в гривне у меня столько за сколько я пойду покупать доллар или евро и все мы в расчете но это само собой с клиентом нужно говорить изначально при приеме в работу машины так пытаюсь дочитать до конца и пойдем писать писать в принципе не сильно много но нужно будет ваше участие в этом когда-то начал красить в камере ты ставил сразу заводские фильтра или что-то дешманское оставил сразу заводские фильтра купитрон в розницу по курсу 40 45 гривен дороговато тебе продают либо он в евро подорожал просто я просто не смотрел на курс ну на этот на прайс 3 м а примерно с марта месяца марки он еще был такой же как и был там до нового года какой сейчас не знаю надо посмотреть мне прайсы скинули из того что не подорожало пока что не подорожал solid кири финиш общался вчера он пока что не подорожал ну прав в плане там критично что-то там на 2-3 процента прям сильно подорожал вот надо посмотреть что именно из 3 м а ну вчера за трезак конкретно потому что вчера клиент покупал трезак и я офигел solvent подбор подорожал причем подорожал так ощутимо и само собой вся химия подтянется сейчас ну все остальное смотрим мы как наблюдатели мы наблюдаем анализируем и потом принимаем какое-то решение ну а как без трезака пожалуйста в каваксе есть по юге извиняюсь в каваксе в других компаниях есть куча товаров которые я выполняю ту же роль что выполняет трезак просто с такими ценами я реально трезак классно работал он свое свою задачу выполнял офигенно но уже не за такие деньги с ними видос про полировку хотя бы с обучения это очень неудобно некомфортно делать в процессе именно обучения потому что и заниматься с группой и снимать еще что-то но это очень сложно это только там для инстаграма для для тик тока выкинуть что-то но это же не будет полной информации ту информацию которую можно передать в живую общаясь с тобой один на один в малом кругу людей не в балагане этом когда на семинарах там по 30 человек это можно просто всем показать какую-то массовую информацию да но не поговорить лично с каждым потому что ну банально не получится на семинаре это сделать то на обучении на таких малых группах чё я не беру больше чем четыре человека на обучение потому что больше четверых уже начинается какие-то кулуарные коалиции да они там вдвоем где-то трендят трое смотрят тоже со мной за пятерых говорим то есть все по 4 4 человека это как раз та группа в которой не получается еще отвлечься именно у зрителей и слушателей да еще не получается отвлечься и это по себе знаю когда езжу на всякие обучения поэтому по 4 человека 405 цене тоже хорошо поднялся да он не сильные поднялся плаки пока что сильно в цене поднялись 23 процента в евро в евро не в гривне гривне ясен пень кстати по поводу сайта там было пару клиентов которые пишут но у тебя на сайте цена указана 175 гривен я ну ты посмотри в описании во первых на сайт когда заходишь и под каждым товаром написано что цена гривне может незначительно отличаться из-за курса по курсу и в описании указана цена в евро берем цену в евро умножаем на сегодняшний курс и получаем актуальную цену не на у тебя же написано вот именно что у меня написан почитайте просто все они то что конкретно вы хотите увидеть информация станет вам ясно я не видел альтернатив к языку хотелось бы я можем могу просто показать как он выглядит но это нужно именно показывать на последнем то что я стирал с доски ученики были никто короче внешнего выглядит вот так это карсистомский наждак только нужен h2o это не h2o это 1500 1500 h2o нету вот по моему вот он лежит да он уже чуть-чуть под юзан и это h2o он работает с водой либо на сухую стоит что-то там фигню вообще ну по сравнению с три закона вообще фигню мы его сейчас выкатываем тестируем щупом то есть мы его начали тестировать уже давненько ну вот вот эта вся фигня помешала интересная позиция пока что именно такую видел только в карсистами я думал знаете по отверстиям очень похоже на нортон один в один прямо но у нортона нет такой позиции интересно и по цене как бы крутячок так кто догнал 3м круг 3м круг догнали мирка иридиум но они их догнали по цене но не по качеству то есть иридиум стоит почти так же как стоит резак него несущественно вообще разница в цене а по качеству не дотягивает резака вот такой вот абсурд я понимаю когда допустим есть тоже из серии в 19 на пленке наждаки которые работают по металлу то есть для обдирки тоже они не работают так как трезак но они стоят три раза дешевле то есть ним нельзя предъявить такого что да ты не дотягиваешь до 3 заката ясен пеньки не дотягиваешь потому что ты в три раза дешевле стоит но когда ты допустим там трезак стоит один евро а иридиум там стоит 0 там 91 евро или там 096 евро не помню там разница вообще фигня даже десяти процентов не было и по качеству не дотягиваешь до трезака то тут как бы успехи твои малы в этой всей движухи комфорт можно обижиркой гасить я бывает если вижу какую-то летом мошку эту арбузную мошку и вижу ее поздно когда уже там типа лачусь я факел ставлю в точку подачу побольше давление повыше и просто ее на лету сдала чего я и она где-то там трупом вдоль стены на обработку для камеры прилипает так не получится найти в вайбере группу всех благ не получается бам 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 на даряну что-то может настройках изменить просто я не администратор группы не организатор точнее надо спросить как там это делается может что-то изменит либо куда-то кинуть ссылку как бороться со статикой при покраске пластика липкой салфеткой пользовался но все равно статика остается и притягивает мусор для этого есть антистатик пистолет покажу антистатик у нас пыльный грязный хоть и лежит под салфеткой главное чтоб иглы были чистые инструмент который потоком воздуха снимает сдувает грубо говоря статический заряд особенно с пластиковых деталей это явно заметно принцип работы просто подключили воздух подключили воздух нажали на курок засветился лазер значит все работает пальцы сюда не тыкаем там что-то под 10000 вольт может шарахнуть я не знаю сколько точно там тысяч вольт но тут для валенков написано осторожно высокое напряжение работает штуковина это вторая модель антистатика работает штуковина на отмен но одно но в наличии надо ждать то есть их ограниченное количество можем собирать но работаем над тем чтобы это было быстрее опять же и наверное поднимется еще чуть-чуть цена потому что путь теперь из китая увеличился количество затрат на это все увеличилось цена печати корпусов увеличилась собственно через 3 следовало ожидать так у кого-то там мокряк не сохнет два часа значит и не домыл что-то после своей смывки краски на на досады писи спасибо александр вам ответил лачок из принта для гаража из принта ничего не подскажу что для гаража берите на свой страх и риск латиновых лихлер едет со склада когда будет знают только менеджер взял на пробу карсистым 2000 и 3000 еще не пробовал там привет кстати виталий я тебе не могу дозвониться там твоя очередь на эти статик уже пять раз прошла напиши мне он тебе нужен или нет потому что у меня в наличии один час есть на кубик было 15 5 гривен сейчас 35 нифигасе надо посмотреть если ты говоришь за официальную цену не за те которые в двух местах украине продаются контрабандно ворованные там само собой цена была еще ниже я сейчас говорю именно за официалов потому что мы брали на штанок севки и постоянно они официалы одни из официалов я у них брал потому что мы у них берем куча других товаров банально просто удобно все с одного склада едет и все да и по крайней мере у меня есть стопроцентная гарантия того что я могу потом додолбать рома технолога если в случае чего стремом вдруг что-то там пошло не так на я по крайней мере было сказать ром смотри вот такая вот херня беру я только у вас причем я принципиально такого не беру решает этот вопрос как то на не они по крайней мере этим будет заниматься а если я буду брать где-то это же по накладным все видно и потом скажу ром а тут такая херня он скажет слышь так ты этот наждак последний раз покупал полгода назад что ты мне тут лечишь ты там где-то купил непонятно что привезено непонятно откуда там и долбить и этот ответ будет вполне оправдан никуда ты от него не денешься в кобекс 3000 тоже неплохой до трешка там офигенный но она не такая дело в том что вот весь прикол именно в самой вот этой губочки виталь буду делать тут у себя presentation после львова захочешь приезжай захочешь приезжай его львов будет я заранее анонсирую все это дело когда в львове будет презентация там об этом можно пощупать и поговорить глазурит или бмв внутри бмв по моему или шпиц хекер или штандекс банках вот не знаю точно вроде бы как не глазурит глазуритом я не работал я где сейчас нахожусь я сейчас у себя нахожусь на работе так ладно ребят в принципе тут такое под зачитал под зачитал полоски сто процентов можно лучше недавно стукнул двери хендай или ели тратата двух словах как сода и гаси делаешь десятипроцентный раствор соды то есть на литр воды 100 грамм соды допустим там все это перемешиваешь пока она не разбавим может даже меньше сделать там короче мы на стакан кидаем чайную ложку перемешиваешь и протер скотч брайт там это все дело и водно-спиртовой смыл андрюха зуб дает стоит взять да неделю назад цена поменялась жираф 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 руку жираф надо посмотреть надо посмотреть скучно тебе становится твоя работа не так как раньше горишь уже а я даже знаете мне не моя работа становится скучно то чем я занимаюсь это мое хобби это не моя работа это мое хобби которое приносит мне удовольствие а деньги уже там во втором плане я просто хочу сейчас чтобы в нашей сфере собственно эта идея это у меня была и изначально когда я создавал вообще youtube канал именно по малярки его переводил в малярку кому интересно перелистайте на самые первые мои видосы посмотреть чем я занимался когда был мелким пиздюком чем моя идея которую я хочу как бы продвигать и задвигать это чтобы наша сфера кузовного ремонта это то о чем мы вчера говорили с ребятами о чем сейчас дальше пойдет речь вот там на доске чтобы наша сфера кузовном ремонте именно в малярке вышло немножечко хотя бы из тех понятий что мы тут все бухари конченые алкаши галимы и наша работа не стоит ни копейки и вообще что там стоит это покрасить и что за эту работу еще деньги хотите моя вот это вот задача идея и цель у меня были некоторые знания я мог ими поделиться и потом благодаря тому что я этим всем делился у меня появились новые знакомства которые позволили мне получать еще больше информации от грубо говоря первые источники и почему бы эта информация с вами не делиться как бы вот поэтому то чем я занимался теме в принципе буду заниматься обратите внимание что я этим грубо говоря можно так сказать вашим сейчас объяснение бросил заниматься потому что у нас тупо строю во не война в стране идет хотел сказать стране война идет и как бы ну сложновато сейчас немножечко так планировать чуть-чуть наперед это такое самого важного следующий момент чтобы заниматься развитием в рынке на это нужно время если я буду каждый день стоять вот там вот за этой стенкой и махать пистолетом делая свою работу качественно классно у меня не будет времени для того чтобы заниматься подбором нового материала поиском и общением с новыми поставщиками поездками ну опять же из-за войны пока что без поездок поездками на заводы учебные центры и всякое остальное на этом нужно поверьте огромнейшее количество времени если стоять махать пистолетом или тереть наждакон вот здесь или сидеть с полировочной машинкой как я сегодня часть дня просидел было машины я этим всем заниматься не смогу банально не смогу поэтому тут для меня приоритеты расставлены таким образом что я пистолетом махать и машинки полировочные буду в любое время когда мне захочется делать это для клиента на потоке сейчас почему именно я не хочу именно я полноценно каждодневно постоянно я туда приезжаю открасил нужны мне детали которые ответственны капец как нужно я открасил а дальше собираетесь там полируйте чистите дети хотите чтобы это клиенту ну в плане что хотите делайте все нужное чтобы клиенту дать машину готовы вы на этом зарабатывать я на этом зарабатывать все нормально все довольны почему я 3 фактически ну не 3 а два с половиной года подряд здесь дубасил безвылазно беспролазно брал сюда людей которых в принципе можно было суда и не брать лишь бы работа выполнялась и шла лишь для того чтобы отдать долг за вот это вот помещение которое я построил со своим отцом своими руками и ровно грубо говоря до войны опять же спасибо там компаниям которые помогли я этот долг отдал можно так сказать что после нового года я только вроде бы подумал что фу теперь хоть можно чуть-чуть выдохнуть и начать жить и работать в свое удовольствие не в пахоту чтобы отдать до и получилось так что я полтора месяца просидел просто свое удовольствие бляха-буха не по своему желанию потому что тупо невозможно было работать как бы я для себя приоритеты расставил именно вот так у меня есть клиенты которые спрашивают блин а типа не прогадаешь ли ты что приостановишь малярку именно в том потоке в котором она была я для себя все это дело посчитал я не прогадаю я на я от этого может даже так сказать только выиграю не появится больше времени для занятия теми делами которыми я планировал заниматься строю вот это помещение изначально это помещение как достроилась здесь планы были на то что будут проводиться семинары причем максимально часто чего собственно сейчас нет на данный момент вообще проводиться обучение группы курсы и все остальное а переросло это все каждодневную рутинную работу чтобы банально выплатить долг который у них был чтобы построить это помещение такая вот ситуация переходим к написанию писать немного вашей активности прямо сейчас сильно много не нужно мне просто нужно будет увидеть вообще вам это интересно и готовы ли вы в дальнейшем я думаю в течение быстро это не будет точно уж за год может быть учета склепаем будет ли вам это интересно то чем мы планируем заниматься заниматься мы этим будем в любом случае поэтому мне просто от вас интересно хотите вы в этом поучаствовать или нет те кто не хотят поучаствовать ну что ж не хотите как хотите те кто хотят поучаствовать спасибо вам заранее и так один из подписчиков открыть полоса на мою идею когда я говорил что хотелось бы создать telegram чат-бот telegram буду что-то в этом духе в этом вообще нифига не волоку не понимаю но хотелось бы то есть я готов поучаствовать своими знаниями своим опытом но нужны люди которые понимают что там писать ходить и так далее и вот вызвался мой подписчик игорь спасибо огромное мы с ним два раза вы тут видели встречались обсуждали вчера не приезжали вообще это понял с человеком который прямо ведет игоря точно часа в этом деле будет обучаться грубо говоря на вот этом вот проекте но ведет его кто-то из программистов прям таких серьезных программистов потому что по вчерашнему общению понятно что человек волочет в том что он делает значит что хочется сделать хочется сделать чат-бот заходишь нажимаешь старт вот этот слэш старт и тебе выпадает грубо говоря список на выбор окошек окошки будут разделены грубо говоря темы на примеру там тема окрас покраска там один год потом подготовка второй блок полировка третий блок еще какой-то суда блок может данную рихтовку сюда ставить не будем ли моя тематика нужно там выбор продуктов допустим банально нужно сам почему же это я не глупок может быть вот что я говорю придется ваше участие в этом принять этих тем может быть много которые будут типа выпадать при кнопке старт дальше ты выбираешь допустим подготовка у тебя выпадает следующих у тебя ведет выпадают следующие грубо говоря вопросы для тебя на которые ты хочешь найти ответы в дальнейшем тебя интересует к примеру там выбор типа ремонт например выбор ему это я уже пошел грубо говоря такое дерево прорисовывать выбор ремонта к примеру там выбор наждака к примеру там выпадает выбор еще там чего-то как варианты насыпающийся на это на этот блок и выборы нажимаешь выбор ремонта у тебя дальше идет например лимон со шпатлеванием ремонт под мокры по мокрому не ремонт подготовка под мокрый по мокрому ремонт примеру после рихтовки после уже не оловом и так далее и так далее ты выбрал допустим после уже не волну на нула куда тебя дальше ведет на наводящие вопросы к примеру ты будешь шпатлевать да со шпатлевания выпадает окошко и тебе там расписывается уже то есть тебя вот ведет наводящими вопросами к твоему ответу который ты хочешь получить то есть к тому ответу который тебе нужен изначально это будет программу ли на вот сделал для того чтобы ответить на любой на любой твой вопрос который у тебя возникнет понятно что чтобы сделать чтобы это было на любой твой вопрос там работы хреново гора в любой из вот этих вот блоков там постоянно будет что-то дописываться потому что так или иначе всего сразу ты не заполнишь это невозможно а в процессе работы опять же с фидбэком от вас будет заполняться программа она будет дополняться дописываться то есть я могу отвечать на любой вопрос куда но вопросы нужны от вас грубо говоря потому что в моей уже голове профессиональное искривление мозга настолько пошло что я банально некоторые вопросы просто считаю но абсурдно тупыми ну как бы человек не может задавать такой вопрос а по факту людей такие вопросы возникают потому что у меня уже но реально искривление в видении процесса работы настолько пошло что некоторые вопросы я считаю что до их уже не существует они существуют на рынке и материалы для их решения есть и все остальное то есть вот тебя выводит наводящими вопросами на тот ответ который тебе нужен именно в той ситуации которую тебя складывается чтобы ты это мог делать фактически в онлайне и вот пример ушли шли 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 по олову до ремонт после олова и тебе пишется там тоже сода десятипроцентная обязательно там протереть обезжирить высушить дальше там типы вы тоже можно там разветвление примеру сразу шпаклевание какие шпаклевки нужны мы банально с какими свойствами какими наждаками перетирать чем там травить чем грунтовать и так далее то есть вот для таких вот задач хочется сделать этот бот какая цель отвечать всем в инстаграме по телефону быстро я не могу в инстаграме быстро допустим я не могу потому что я занят и тупо туда не смотрю чтобы вы понимали я уведомление инстаграма отключил поэтому те кто мне пытаются дозвониться банально я вас просто не слышу на звонки телефонные вот эти вот в инстаграме я не отвечаю поэтому можете даже не пытаться я вас просто ну не слышу меня нет уведомлений от инстаграма я туда захожу тогда когда у меня есть время это может быть такое что за полдня и не было времени даже зайти поэтому она телефонный звонок в номере есть не у всех и опять же можете звонить я могу быть занят просто не поднимая трубку вот такой вот год сделать чтобы исключить 90 процентов звонков и вопросов из инстаграма они есть будут все вот там заходите читайте изучайте развивайтесь там можно зашивать очень много вот если вам интересно какое участие мне будет нужно от вас там мы будем когда дойдем до того этапа что нужно будет уже получать некоторые ответы от вас да к примеру там ребята возьмите погоняйте посмотрите и скажите свое мнение чтобы хотелось изменить здесь 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 какие вопросы к примеру ветках хотели бы добавить да на какие вопросы вам бы хотелось видеть ответы потому что я банально могу же говорю просто не не видимо вам поучаствовать как-то в этом деле на скажем так улучшение общего общего блага зовем это так в принципе по по основам которые хотелось сегодня рассказать показать сделано по семинарам в двух словах будут со сроками непонятно по одной причине сейчас с топливом проблемы по всей стране банально просто можно не доехать в одну сторону доехать в другую ехать с геморрой и хотелось бы чтобы это было удобно и комфортно для всех кто захочет посетить эти семинары презентации обучения но это будет тогда когда станет ясно картинка что топлива есть доступности есть по всей территории до беспроблемно тогда и будем проводиться как-то так почитаем еще чуть-чуть и будем 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 заканчивать продолжай работать дамы принципе продолжай работать медленно долго но продолжим него инструмент актуален сейчас ну для меня он был в плане подготовки не актуален вообще никогда я ненавижу шум турбин прям вообще ненавижу поэтому для меня в подготовке по максимуму электро инструмент по максимуму паковок заказать можно интересно полонова липучка и не разные номера наждачки руслан пиши что нужно не все позиции сейчас на данный момент есть но вообще да есть есть ты пиши что нужно я скажу что конкретно имеется что знаешь амипа антикоррозионная шпатлевка эти шпатлевки есть у многих 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 производителей но она не антикоррозионная в плане что она лечит коррозию вот это вот название в названии вот этот антикоррозив добавочка она весь рынок можно так сказать свела с ума на о святая масса антикоррозионная шпатлевка она с коррозией именно не борется эта шпатлевка служит как изолятор примерно точно так же что делает эпоксидный грунт только это делать шпатлевка то есть эта шпатлевка пора не проницаемая то есть она вообще не гигроскопична она очень тяжело трется она очень так себе сохнет и у нее очень так себе имеется усадочка на будущее поэтому она да она нужна там где вы боролись коррозии чистили выполнили все этапы работы направлены на борьбу с коррозией и вам нужно выровнять это место можете взять ее хуже не будет уж точно ну если вы выполнили все меры по устранению коррозии до шпатлевания еще то необходимости в этой шпатлевки как таковой не потому что она реально хуже трется чем обычный наполняющий поддам дальше уже решать вам олово добавь туда можно добавить что угодно в эту пробу вот прикольная тема заниматься будем по-любому не заниматься то мы будем по-любому понятно но интересно что понять вообще людям хочется этого или не хочется мы этим заниматься будем по-любому это даже просто мне интересно с целью а что из этого может получиться я что скажем так а что из этого потом можно будет дернуть полезно где именно и когда ты будешь во львове и с какой темой тема да мы постараемся тему захватить вообще весь ассортимент карсистом а это будет проходить в учебном центре автоколор не помню адрес честно скажу сразу скажу не помню но нужно еще чтобы приехал технолог из германии я бы хотел так чтобы вот сергей был тоже там потому что проводить скажем так двоих это все дело не очень удобно будет хорошо когда будет там три-четыре человека которые в этой теме волокут прям сильно потому что людей будет не есть человек собираться на все это дело я как думаю ну хотя бы человек 20 будем в одну группу собирать и это будет наверное как минимум на один целый день полный а так вообще на два дня и там хоть ну показать весь ассортимент покорсистом и все плюшки это будет интересно поверьте там есть что показать там есть такие позиции которых рынок наш еще не видел после смывки краски чем промыться с отдай с отдай разборка но это трешния разборку мы туда писать не будем разборка эта рутина бесконечная для этого есть официал программа официалов где это все прописано в схемах они стоят денег покупайте если вам нужно и пользуйтесь там все расписано по болтикам по винтикам расписать разборку в чат-боте невозможно это исключено мы что-то обсудили мы туда даже лезть не будем в эту тему тут бы хотя бы расписать чтобы когда ты выходишь к фактически финальному ответу по ветке добавить туда максимальное количество в эти ветки все ссылок на видео вот это хотя бы над этим поработать она это уйдет даже не полгода работы я думаю гораздо больше а уж разборку трогать не не хочу подсольвент из и ват 1.3 или 1.4 то бери 1.3 в принципе можно взять и 1.4 и прикручивать ее но чисто если подсольвент тебе надо то бери 1.3 посоветую смывку хорошую пожалуйста я смывкой краски не пользуюсь принципиально по многим причинам одна из них это цена смывкой краски пользовался в 10 раз дороже по моим подсчетам чем наждаком вторая по времени нифига не быстрее чем наждаком третье если это был уже ремонтный открас и там это по несколько слоев даже было сделано смывкой краски с одного захода ты не снимешь на само собой это этого цена увеличивается и четвертое если ты откуда-то вдруг по каким-то причинам не смог вымыть смывку краски у тебя там металл сгниет за считанные месяцы поэтому плюсов к смывке краски кроме удобства плане типа намазал и бросил нету никаких все воняет это надо делать в идеально проветриваемом помещении лучше вообще в камере или на улице на сквозняке все вокруг куда это упало мимо пленки прилипает закипает выжигает под собой все что можно выжить даже в полу бетоном остаются пятна поэтому я категорически не за смывку краски но она имеет место быть нужно добавить как переходы делать правильно по лаку или по базе тут нужно реализовать это все в наводящий вопрос понимаешь тут нужно прописать темы так чтобы ты задавая вопрос к примеру который там вот выкидывает тебе покраска да точнее ты тыкаешь покраску тебе высыпать к примеру покраска условно говоря под прибор покраска белых там солидных цветов к примеру условно берем солидных цветов ты нажимаешь на солидные но тебе высыпать белый черный красный там желтый и нажимаю допустим ты красишь белый да но тебе выкидывает белая подложка в идеале или светлая хотя бы светло-серая подложка отсутствие протиров которые там подкрашены не тем цветом из баллона к примеру там база по вязкости минимально в количестве разбавления в базу пять процентов отвердителя от лака вы такие ответы тебе выдает например-то выбираешь 3 слойке он тебе насыпает рекомендации по 3 слойки примеру выбираешь переходы кто понимаешь переход переход это не просто ответ stickp вот такой же если там белая соли тебе вот такие рекомендации там 5 пунктов пример и ты понимаешь окей то переход это начинается вот выпуска машины тип детали наличие ребер ширина зоны переходов которые ты хочешь это сделать материал которым ты работаешь и там капец все как важно до мелочей чем ты работаешь в материале в плане тип лака подготовка поверхность переходы это по сути еще один отдельный чат-бот и таких тем несколько в малярке которые ну невозможно закрыть этот вопрос теоретически в принципе невозможно его теоретически закрыть только практически это на современных автомобилях упираемся в то что практически даже сложно реализовать со стопроцентной гарантии того что все получится просто персик такая вот тематика то есть переходы это очень углубленная сложная тема подлак 1.5 vs но мы допустим в скип подлак с 1.5 дизой даже не продаем 1 и 5 дюза нужны были на лаки которые аля уровня м.с. вот там дюза 1.5 нужна была хс ультра хс лаки дюзы 1.4 вот так а то даже 1.3 можно брать мы добежим этот марафон их очень бегать на убранцев будет запрещено как всегда онлайн и обновиться по мере изменений материалов и техник материалы меняются довольно таки быстро из-за того что мы не можем сейчас выезжать свободно в европу мы уже попропускали несколько выставок интересных на этих выставках было что-то показано тоже интересно посоветуй пожалуйста эпоксидник аэрозоль спасибо андрей напиши мне в личку там обсудим какие у тебя задачи какие условия работ и какая самая главная ценовая у тебя категория интересует эпоксидников как бы ну в баллоне есть чего выбрать как минимум ну именно ладно берем эпоксидники ну как минимум из трех вариантов есть выбор и они разные по цене и само собой по качеству местами будут видосы да для особо сложных процессов это да чем чем отличие 1.5 от 1.4 на лаке только в скорости и толщине слоя за один проход типа того но не настолько значительная прям чтоб аж капец капец но немножко да делать переход по акрилу как я показывал пять лет назад огромное спасибо пожалуйста что наливаешь ватовскую мойку в ватовскую мойку и наливаю gun cleaner она от него не издевается над мойкой gun cleaner именно и работает нормально да и все и его же я лью в мойки на воловский для шпателей она не разбухает от 47 от 40 46 от 50 от хренового акрилового на воловская мойка разбухает от gun cleaner нормального чистого gun cleaner дорогого не разбухает да пробу которую вы делали для сервиса можно будет попробовать андрюх вот завтра буду за я думал сегодня позвонить ну реально с гольфом нам ковырялись долго не позвонил нужно еще в пробу повносить кое-каких коррективов которые мы сами там нашли чтобы отдать уже ее нам на испытание в малый круг общественности все не хватает времени андрей ну банально сам я думаю понимаешь как обычно не хватает на все время это то о чем я отговорил 20 минут назад что почему я хочу вылезти из операционки малярной полноценно когда там нахожусь потому что у меня тупо не хватает времени заниматься тем что я хочу для того чтобы у нас на рынке было развитие а тоже оттуда полностью выйти мне не дают клиенты которые ну блин но я тебя прошу ну пожалуйста ну ну капец капец как надо ну капец но я с этим поборюсь опять же потому что я люблю свою работу потому я это делаю а еще я хочу делать то что мне вот интересно сейчас видос у их материала будет у меня по факту из уев материала того чтобы проверенные отката на это лак корсистомовский попробую тут грунт корсистомовский в баллоне ну мы сделали один тест ошибочно там толстого навалили не высох а с этой лампой на что-нибудь покажу опять же все упирается во время как правильно шпатлевать через эпоксидный грунт в баллоне через эпоксидный грунт в баллоне не шпатлюют обычно шпатлюют а потом наносят грунт если хочешь так стримы теперь будешь чаще или опять идешь надолго но я постараюсь хотя бы раз в неделю проводить стримы но ситуация складывается так что я допустим завтра еду в одессу из одессы приеду аж через неделю поэтому что там по стримам будет на следующей неделе под вопросом прям совсем под вопросом то есть если не будет за неделю никакой новой интересной информации которую стоит прям стоит рассказать то я и стрим открывать не буду потому что я могу открыть стрим из кафешки показать как варится 20 сортов кофе к примеру ну не наша тематика поэтому я тут о чем подумал у меня же есть второй канал который обо всем кроме малярки можно там стримчанский проводить по поводу как сварить 20 сортов кофе и все остальное ладно кто такой нужно ли разбавлять жидкую шпатлевку рефлекс по безу 20 вроде идет но тяжко не знаю рефлексом не работал прочитать что там рекомендации какие пишут может быть и нужно пробовал лак полинал как он ответ очень вопрос в никуда примерно то же самое можно просто задать вопрос пробовал лак как он у полинала ты хренища лаков это крупная итальянская компания какие-то пробовал какие-то даже понравились честно скажу какие уже больше года прошло какие-то не понравились все как у всех компаний все как обычно нету компании у которой идеально вся линейка есть товары как продукты которые смотришь и думаешь зачем зачем вы его вообще сделали для чего а другие смотришь пробуешь и такой классно прям нужно прям стоит что-то сказать о пайке пластика какие электроды лучше брать есть типа китае есть цветные в катушке спасибо за ответ цветные в катушке не пробовал типа китай тоже не знаю что конкретно я покупаю в одном месте электроды себе и у меня с ними все нормально да андрюх у нас дождь по поводу второго канала годно посмотрим опять же кафешки та же самая история беспрерывный круговорот тем более сейчас количество клиентов увеличивается количество ассортимента увеличивается мы там себе еще вернули второй этаж в аренду для того чтобы поставить столики там внутри помещения работы дофигища работа интересная всего не успеешь мастерская да я мастерской нахожу слава богу слава богу все мастерской именно уцелела чего я могу сказать про склад ну там пострадала но не все хоть хоть и то хорошо извиняюсь сегодня не выспался сколько брал в работу авто когда был в луганске после стрима номеру хорошо это когда был луганский я полняк делал за неделю сам в одно лицо с разборкой и сборкой ну когда я был в луганске у меня не было отвлечений на общение с клиентами такого количества единственно что я тратил время это на съемку видео и монтаж его но там было другое я на работе был с 8 утра и до 10 вечера то есть количество рабочего времени просто было большое а так ну грубо говоря за неделю это максимум так среднем 10 12 дней полняк был готов также меня когда был в луганске у меня не не отвлекал магазин которого не было до поиски товаров каких-то я же не занимался собственно те деятельностью которая занимаюсь сейчас когда я был в луганске у меня не было работников которые тоже отвлекали по времени плане отвлекали все равно так или иначе когда есть люди за которые у тебя ответственность за них твоя то ты так или иначе на них тоже тратишь время не получится так что ты такой типа они там что-то сами делаю это и типа на выходе качество нет такое не получается так идем дальше после стрима наберу виталия в принципе сейчас уже буду заканчивать поэтому только не прям сразу как я закончу стрим пожалуйста там хотя бы дать 10 минут я за второй канал будем сколько разгонять на посмотрим те кто подписан поставьте колокольчик будет стримы будете получать уведомления можешь рассказать немного про антихром без применения хлорного железа без применения хлорного железа это все очко полноценное поэтому хлорное железо смываем и красим как обычный пластик если это именно такой хром который не на пластике ну тогда наждак крупный вам в руки обдираем по максимуму все что можем ободрать именно зацарапать кислота мокряк базово полироль для хрома не полирую хром поэтому не подскажу реально не знаю то есть личного опыта нет на рынке миллиард товаров какой из них работает не знаю как то так ура по комментариям все всем спасибо огромное за общением за активность думаю что на следующей неделе может быть даже стримчики сделаем пусть небольшой но с информацией хотя бы по ценам я постараюсь выделить там пару вечерков посижу в прайсах по выписываю подорожание хотя бы посмотрю реально что на чё потом подорожал за этот период времени и может быть банально на эту тему сделаем стрим ну как это всем спасибо за внимание всем хорошего остатка этой рабочей недели тут пару дней мирного неба вам над головой и хорошего настроения пока как написать личку ссылка в описании на инстаграм всем пока